Если ты не такой, как все, то тебе знакомо непонимание, боль, отчаяние, несправедливость, страх, насилие, одиночество. Сегодня мы познакомимся с необычайно удивительными героями. Они, как никто другой, ощутили всё то, что я перечислил ранее. Диабло Жалкое существо, да как ты смеешь спрашивать моё настоящее имя? А вы случайно не знаете, а когда придут мои мама и папа? Конитива, ватасина на мае Цубаки дес. Цубаки, я не знаю японский. Ну ты пи***р. Вы не имеете права держать меня здесь. Я должна отомстить. Повторяю, вы можете назвать своё имя? Я не смогу помочь вам, если вы будете молчать. Кажется, я не помню, как меня зовут. Ваше имя Рэнди Брэкстон. Вам это говорит о чём-нибудь? Возможно, да. Возможно, нет. Я ничего не помню. Моё имя Тэфи. О, снова начинаются эти голоса. Я не могу от них избавиться. Что мне делать? Вы ведь тоже их слышите, правда? Боже, они доконают меня. Я Ларри. Вы можете рассказать, что с вами случилось? Это голос в голове приказал мне повернуть машину в тот вечер. Я... Я не хотел так поступать. Это... Это ведь... Моя семья. Как я мог так поступить? Но я правда, я ничего не мог с этим поделать. Я пытался сопротивляться, но у меня ничего не получалось. Моя жена, она, к сожалению, не выжила. Они повсюду. Они всё время наблюдают за мной. Как же меня это бесит. Райли, кто за вами наблюдает? Несуйте свой жалкий нос туда, куда вам не следует. А иначе я тебе жопу надеру. Субтитры сделал. Моим главным персонажем будет являться Тристан. Он, кстати, ещё не представлялся, поэтому я сам его представляю. Вы, конечно же, ещё не знаете, какой он персонаж. Что он из себя вообще представляет. Я думаю, что в будущем персонажи будут потихоньку раскрываться. В будущем вы узнаете диагноз каждого психа. Чтобы вы понимали, у некоторых психов по несколько расстройств. Даже у кого-то, кажется, три есть расстройства. Хотя могу ошибаться. Отбирал персонажей я очень долго, потому что вы их прислали очень много. И у каждого была очень интересная история. Но я выбрал самых лучших. Тристан не является моим персонажем. Он является персонажем подписчика. Так же, как и все другие персонажи. Я решил, что я не буду в этом проекте добавлять своего персонажа. Потому что, ну, были очень интересные истории. И я решил, что всё-таки я добавлю максимальное количество персонажей, которое вообще возможно. Но, как вы знаете, иногда я очень люблю обходить правила. Суть данного челленджа заключается в том, чтобы выполнить жизненную цель и доказать свою вменяемость. То есть, когда мы выполним жизненную цель, тогда нас отпустят с психушки. И у нашего Тристана жизненная цель музыкальный талант. Я, кстати, её никогда не выполнял. Поэтому решил, что это будет довольно-таки интересно. Тем более, я очень люблю музыку. И наш Тристан будет пытаться выполнить эту жизненную цель и выйти с психушки. Доказать, что он всё-таки здоров. Как я уже сказал, моим главным персонажем будет Тристан. И в основном я буду управлять именно им. Но иногда я буду переключаться на других персонажей, чтобы давать им очень важные действия. Потому что наши симы вообще никак не смогут выйти из психушки. То есть, за её пределы. Они могут выходить на улицу, вот сюда вот, во дворе. Но выходить в другие места, к сожалению, не разрешено. Только если мы не будем делать какие-нибудь вылазки. Как вы понимаете, наши симы даже не смогут выйти на работу. То есть, им вообще запрещено работать. Они не будут работать. Хотя, в правилах сказано, что сим должен будет работать. Но нет. Они будут зарабатывать немного другим способом. Они будут работать в психушке. Да. Они будут рисовать картины. Они будут стричь что-то. Вот, я не знаю, можно зарабатывать с помощью этого или нет. Также они будут создавать скульптуры. И таким образом мы будем зарабатывать деньги. Я играю на средней сложности. Поэтому у нас 5 всего лишь койко мест. Хотя у нас 8 персонажей. Поэтому, как вы понимаете, не всем будет доставаться место. И некоторые будут спать где-нибудь на диване или на кресле. Если у кого-то будет такая возможность. Также хочу сказать, что работать будут не все. И работа у нас начинается в 12.00. А пока что давайте мы осмотримся. Это наша главная гостиная. Где у нас есть телевизор. Также у нас есть шахматная доска. Рояль. И также мы можем почитать книжки. И тут у нас уже начинается какая-то хинея. Кто-то уже бьет бедного мишку. Что он тебе сделал, Райли? Объясни мне, пожалуйста. Что сделал тебе этот мишка? Боже. Да, она у нас, как вы понимаете, немного агрессивная. Я бы сказал, даже очень агрессивная. Поэтому нужно быть с ней очень аккуратным. Это у нас кабинет персонала. Поэтому сюда вход запрещен. Это у нас кухня. У нас всего лишь тут одно место. Видимо, некоторые будут кушать стоя. Так, что у нас есть наверху? Наверху у нас, ребят, 5 палат. Это у нас закрытая комната. Это у нас тоже закрытая комната. Это комната психолога. Точнее, психиатра. Самого главного психиатра. Но пока что здесь нету. Также у нас тут вот комнатки. Да, тут у нас будут спать персонажи. И, в принципе, все. Как вы понимаете, мы также будем сами готовить. Да, потому что у нас нет никакого персонала. Мы живем здесь сами. Мы живем здесь одни. Здесь нет никакого персонала. Потому что, ребят, это игра. Здесь нет такого места, как психушка. Поэтому мы выживаем сами. Но будем считать, что здесь есть персонал, который наблюдает за персонажами. Который смотрит, как у них продвигается лечение. Я хочу, ребят, сказать, что у каждого персонажа уникальная история. И безумно интересная. Поэтому, так. Ты что у нас разговариваешь сама с собой? Ларри, ты чего? Я думал, ты у нас будешь грустить по поводу своей семьи. Потому что, блин. У него очень навязчивые мысли, которые заставляют его делать необдуманные вещи. Например, повернуть машину с дороги. И, к сожалению, когда он это сделал, его жена не выжила. Но, к счастью, дочка осталась жива. И он об этом уже знает. И теперь он безумно хочет доказать свою вменяемость, чтобы вернуться к дочке. Но пока что у него такой возможности нету. Тристан у нас почему-то все время играется в игрушки. Я не понимаю, почему он так делает. Но, Тристан, давай-ка мы уже начнем, наверное, упражняться в музыке. Шесть часов. Я хочу, чтобы он именно играл на фортепиано. Или на рояле. Учиться. Да, давайте начнем. Потому что это нам очень важно. По правилам надо выполнить три жизненные цели. Но я буду выполнять только одну. И тогда мы уже закончим этот челлендж. Получим навык игры на пианино. Отлично. Я думаю, что пора уже выключать телевизор. Потому что много телек смотреть нельзя. Все-таки, во-первых, это вредно. Во-вторых, нельзя тратить много энергии. Я в самом начале точно так же играл на пианино. Да, точно так же. Мне вообще ни хрена ничего не получалось. Но сейчас я уже знаю несколько композиций. Но, к сожалению, еще не знаю, как играть по нотам. Потому что по нотам играть довольно-таки сложно. Это нужно изучать всю эту музыкальную грамоту. И тут у нас кто-то опять включил телек. Ребятки, ну-ка идите отсюда. Хватит включать телек. Я надеюсь, что за мной придут мои мама и папа. Ведь они не оставили меня тут навсегда. Верно? Я очень мечтаю буду всем полететь в космос. Чтобы быть близо к звездочкам. Очень заль, что я не умею летать. Тогда я смогла бы улететь в космос без ракеты. Ну, ничего. Я знаю, что я сама смогу построить свою ракету. Мне вообще-то уже 19 годиков. И я сама могу принимать важные рисения. Так, у нас уже, ребят, 12 часов. Поэтому, ребятки, вам кажется, пора уже работать. Мариан у нас сегодня работает. Да, она будет работать у нас художницей. Так, классическая картина. Она будет рисовать большую картину. Ларри у нас будет создавать скульптуры. Так, скульптура лошади. Да, почему бы и нет. Будем создавать предметы и продавать их. Придавать форму дереву бонсай. И, возможно, мы сможем как-то заработать на этом. Я не знаю, можно заработать на этом или нет. Получу навык флористики. Раньше, кстати, мы за это получали не навык флористики, а садоводство. Да ладно, мы и то, и то получаем. Охренеть. Сразу два навыка одновременно. Вот это да. Еще было бы круто найти какие-нибудь семена и посадить сюда. Но у нас нет семян, к сожалению. Диабло у нас решил насладиться музыкой. Ну, хотя Тристан еще не умеет играть. Но, видимо, Диабло все равно нравится. Да? Да, кажись ему норм. Хотя он у нас один из самых таких ЧСВ-шных персонажей. У него мания величия. Он считает, что он у нас сын сатаны. Да? Как-то так. Так, каждый из этих персонажей, ребят, непредсказуем. Никто не знает, что они могут выдать. Поэтому будьте готовы ко всему. Так, все у нас решили потанцевать. Получен танцевальный навык. Я думаю, что к концу этого челленджа все персонажи будут профессиональными танцорами. Так, но, ребятки, нам как бы еще кушать надо. Поэтому не забывайте об этом. Так, мы уже три часа играем на пианино. И я думаю, что... Вы все? Вау! Что она сделала с этим деревом? К сожалению, мы ничего не можем с ним сделать. Да. Синий, зеленый. И, в принципе, все. И Марианна уже нарисовала картину. Сколько она стоит? 81 симмиллион. Блин, мы пока что в минус уходим, но ладно. Так, продать коллекционеру. Продавай коллекционеру. Так, а наша Ларри? Ларри, у тебя как дела? Так, он создал скульптуру лошади, но она стоит 10 симмиллионов. Это очень мало. Нужно еще. Давай еще. В плюс пока что мы вообще не уходим, но ладно. Так, Марианна у нас продала картину. Марианна, давай-ка ты, наверное, еще одну нарисуешь. Допустим, среднюю. У нас кто-то разговаривает в туалете. Видимо, у цубаки есть воображаемые друзья, которые помогают ей выбраться из психушки. Потому что она безумно этого хочет. Она хочет отомстить. Но об этом чуть позже. Так, получена в кулинарии. А кто-то готовит? Серьезно, кто-то готовит? Да ладно, смотрите. Рэнди решила приготовить кушать. А что она готовит? Интересно, для кого? Для себя или для семьи? Она готовит омлет, кажется. Или что? Надеюсь, что омлет. Так. О боже. Боже. Что это? Это волосы. Твою мать. Мы смотрим на волосы. Шикарно. Было бы круто, если бы здесь была настоящая комбинация клавиш. И можно было воспроизводить игру на пианино в настоящей жизни. Осталось еще играть один час. И время на резьбу по дереву было потрачено не зря. Проверьте багаж персонажа. Так, ты что, смог что-то сделать нормальное? Было зря все-таки. Блин, ну смотри, ну что это? Твою мать. Ларри, постарайся, пожалуйста. Ладно, видимо, сегодня у нас рабочий день закончен. И Симы идут кушать. Но, как мы видим, еды нету. Потому что Рэнди приготовила только для себя. Я очень удивлен, что она вообще умеет готовить. Потому что у нее потеря памяти. Но, видимо, она помнит, как готовить. Либо память потихоньку к ней возвращается. Остался еще один час. И пойдем уже, наверное, готовить кушать. Потому что уже вечернее время. И скоро будет отбой. Да, 6 часов мы поиграли. Поэтому давайте мы закончим играть. Хватит, Рестан. И отправляемся кушать. Да, они все берут закуски. Но нет, я приготовлю что-нибудь. Потому что, ну, закуски есть такое себе. Поужинать. Поужинать, поужинать, поужинать. Давайте пирожки с овощами. Пирожки с овощами, что? Вау. Я впервые вижу такой рецепт. Постой, ты хочешь в туалет? Иди сходи в туалет. О, кстати, Рорин Хайтс. Какая ностальгия, ребят. Я помню, что там можно было строить машину. И, блин. Хочется снова поиграть. Рестан, я попросил тебя поесть. Точнее, приготовить кушать. Ужинать. Так, пирожки с овощами. Я реально никогда не видел такой рецепт. Откуда он вообще взялся? Так, Сима, вы что вообще творите? Я не понимаю. Все танцуют. Смотрите. Некоторые едят. Кто-то танцует. Кто-то плачет вообще. Ну да, в принципе, это очень похоже на Ларри. В принципе, да, у нас реально уже вечереет. И тут очень красиво. Реально. В Винтенбурге очень красиво. Особенно осенью. Посмотрите. Особенно вот как выглядит наша психушка. Осенью. Вау. Шикарно. Тристан. Алло. Ты живой? Надеюсь, что он живой. Потому что что-то он застрял. Так, тут у нас начали общаться Рэнди с Диабло. Вы что, серьезно? Я думал, что у них очень мало общего. Но, как мы видим, они нашли общий язык. И решили о чем-то поговорить. Но Тристан вряд ли будет с ней нормально общаться. Потому что она считает себя самым лучшим в этом мире. Самым таким классным. И не знаю, поможет ли ему психушка исправиться или нет. Полученного комедианта. Так, ладно. Пускай они там пока зажигают. А мы пока что потихоньку в тишине приготовим себя кушать. И нормально поедим. Мне кажется, что это новый рецепт. Потому что раньше такого реально не видел. Скорее всего, это новый рецепт, который пришел с обновлением. Надеюсь, что пирожки вкусные. Но Тристан у нас, оказывается, хорошо готовит. Смотрите. В принципе, довольно-таки неплохо. Нормального качества. Нам сегодня главное будет успеть занять кровать. Потому что, как мы знаем, у нас очень мало кроватей. О, наконец-то ты выключил телек. Так, давайте мы выключим уже все. Потому что хватит уже и танцевать. О, что? Что? Какого хрена они целуются? Какого хрена? What the fuck? Ребятки, какого черта происходит? Они же, они же не знают друг друга вообще. Какого черта? Я не понимаю. Вот это для меня неожиданный поворот. Потому что, твою мать. Я вообще в шоке. Я серьезно не понимаю, что происходит. Так, они куда-то пошли. Твою мать, куда они идут? Какого черта они вдвоем куда-то идут? Так, постойте. Все хорошо. Все хорошо. Так. Ладно, они пошли в разные комнаты. И они уже пошли спать? Да ладно. Так рано? Или просто дремать? Нет, он пошел спать. Да реально, он уже лег спать. А наш Мариант просто решила вздремнуть. Нам уже пора занимать кроватки, наверное. Наверное, потому что мы не успеем потом. Кстати, у Ларри есть тапочки-зайчики. И они необычны. Потому что... Потому что эти тапочки ему помогла выбрать дочка. И они являются воспоминанием о дочке. И поэтому он их никогда не снимает. Вообще никогда. Я знаю, что это очень странно. Но... Вот так вот, ребятки. Он очень сильно любит свою дочь. И это единственное, что у него осталось от дочки. Тристан уже поднимается наверх. И он сам уже решил спать. Поэтому... В принципе, ребят, я думаю, что пора заканчивать. Потому что Сима уже отправляется по своим кроватям. Я думаю, что в принципе не всем хватит места. Но... Надеюсь, что все будет нормально. Ребят, я очень надеюсь на вашу поддержку. Поэтому не забудьте поставить лайк под этим видео. А также, чем больше лайков, тем быстрее выйдет вторая серия. Также не забывайте включать колокольчики. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Пришло время дать жизнь моему отцу.